180 эшелонов, около 500 тысяч человек, лишенных в один день Родины. Рано утром 23 февраля 1944 года началось насильственное выселение ингушского народа. Тайная операция под кодовым названием Чечевица унесла десятки тысяч жизней людей. Это была одна из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза. Девять башен, опутанных колючей проволокой. Главное мероприятие в честь депортации ингушей ежегодно проходит у монумента, посвященному жертвам репрессий и массовой депортации девяти кавказских народов. В этот день по-особому оживают память о несчастьях, выпавших на долю ингушей. Сегодня на мероприятии в первых рядах очевидцы, пережившие страшные испытания высылки. Со слов депортированных, самыми тяжелыми были первые годы жизни на Чужбине. Главное мероприятие. С того холодного дня 44-го минуло 79 лет. Но эта черная страница в истории ингушей, забыть которую невозможно. Глава Ингушетии Махмуд Али Калематова, обращаясь к собравшимся здесь, отметил, что единство народа и вера в светлое будущее помогли вернуться и начать все сначала. Сегодня у нас скорбный день. Мы каждый год, каждый год, чтобы оно всегда напоминало нам о той несправедливости, которая легла на наших дедов, отцов. Мы это никогда не забываем. Поэтому мы сегодня здесь и каждый год были и будем здесь. И будем вспоминать ту жестокую несправедливость, которая произошла в той сталинской эпохе с нашим народом. Все тяжбы лишения свободы, которые перенесли наши отцы, матеря, бабушки и дедушки, их не перечислить. Настолько это больно. Но в последующем я хотел бы сказать в их мыслях. И они все-таки дождались. Они выдержку имели и вернулись на родину. Также Махмуд Али Калематова отметил тяжелую ношу, выпавшую на долю ингушских участников Великой Отечественной войны. Многие из них были мобилизованы, лишены блестящей военной карьеры, наград. Десятки тысяч храбрых ингушских сынов легли на полях сражений, не успев воссоединиться с родными и даже не зная о депортации. Но как бы ни пытался враг, ему не удалось сломить дух народа. И сегодня ингушские храбрецы стоят на передовой и защищают интересы государства. В действительности сегодня, можно сказать, у нас возрождение стало и укрепляется с каждым днем. У нас много сил, характер, ясный ум, чтобы идти дальше. Мы продвигаемся вперед, мы строим новую республику. И дальше нам ее надо развивать. Надо учиться, надо работать. В память нашим предкам надо очень серьезно относиться к каждому на своем месте. Кем бы он ни был. Мы не должны удастся никогда. Мы полным забралом должны идти вперед. В любом случае, в память за тех наших предков. Сегодня мне хочется сказать, что не оправдались те надежды. Вот почему-то эта бумага была составлена 23 февраля. 23 февраля. У меня такая мысль, я в прошлый раз ее высказал. Как будто специально, зная наш нрав, естественный, да, значит, что мы не смиримся. Не смиримся с тем, что 23-го, чтобы мы всегда противостояли нашим ребятам, которые и сегодня находятся в армии, находятся на передних рубежах, защищают стратегические границы нашей большой родины, Россия. Не оправдались у них они. У нас есть Сабр-двы, Дену-двы, тогда я тут бы был, дальше эндери. Вот в этом плане я хотел бы сказать, что на сегодняшний день у нас около тысячи ребят находятся на передовой. Тоже они отстаивают в нелегком бою. Вот в спецоперации участвуют. Обязательно, я знаю, что и все стараются помочь им. Но я вам скажу, лично я стараюсь и правительство, и депутатский корпус, и Государственную думу наш, члены Совета Федерации. Они там встречают эти машины и лично раздают нашим ребятам, но не только, но всем, которые там находятся в окропах. Поэтому сегодня я хочу сказать, Игридуа, Хардар, Вейдед, Дарфут, Выцелуш, Докча, Цыдиш, Дахай, Хажиш, Дизелк, Хажвес, Ижик, Хажвес, Нанок, Хажвес, Вежирик, Хажвес, Каманд, Хажвес. Поэтому сегодня мы при всех обстоятельствах будем идти вперед. Я присутствовал на послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы, наверное, все слушали его. Ну, понимаете, сегодня страна, она в сложной ситуации. В целом мире сложная. Но уверенность нашего президента нам придает, чтобы мы можем идти вперед. Потому что любая большая какая-нибудь беда для России, она всегда доходит до каждого уголка в целом. Понимаете, никто под зонтиком не скроется. Поэтому все силы нам надо прилагать, чтобы наши воины там достойно себя вели, помогать им, поддерживать их. И в остальном, чтобы то поколение, которое у нас сегодня растет, кадеты, юно-армейцы, чтобы они тоже понимали, нелегко было в прошлые годы. И сегодня нелегко. Но мы эту дорогу не собрали. До чего-то, до чего-то. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу. К собравшимся обратился и советник главы Ингушетии Исаак Костоев. В 44-м он, будучи двухлетним ребенком, тоже был депортирован со своей семьей. И вся его юность прошла на чужих землях. Костоев отметил, что несмотря ни на что, ингуши выстояли все удары судьбы, вернулись на историческую родину. И были приложены все усилия, чтобы Ингушетия стала полноправным, динамично развивающимся субъектом страны. Когда речь идет о депортации по принципу национальной принадлежности, памяти, может быть, не совсем порядочных людей, остается этот червячок, и нет-нет, несмотря на реабилитацию, несмотря на заявление власти о том, что эти репрессии осуждаются, тем не менее появляются проходимцы, отчепенцы, которые вспоминают о том, что тот или другой народ, подвергшийся репрессии по национальному признаку, является неблагонадежным и так далее. То есть печать 79 лет назад, поставленной на чеченские и ингурские народы, уже спустя столько лет, все равно оживает в устах отдельных проходимцев и негодяев. Но авторы этих, слава Аллаху, авторы этих репрессий просчитались. Они с величайшим позором покинули этот мир. Их кровавые злодеяния были развенчаны. Перестало существовать и государство, в котором они вершили свои злодеяния. Ингуши и чеченцы, волей Аллаха, пережили все эти испытания и вернулись на свою историческую родину. Прежде всего это стало возможным благодаря нашей сплоченности и силе духа нашего народа. Сегодня в состав нового российского государства как равноправные субъекты входят Ингушетия и Чеченская республика. Несмотря на тяжелейшие испытания, вновь выпавшие на нашу долю в начале 90-х годов, они сегодня успешно развиваются. При самой активной поддержке федеральных органов власти и прежде всего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наша республика год за годом добивается значительных результатов во всех сферах социальной и экономической жизни. Сегодня мы ежегодно открываем десятки школ, дошкольных детских учреждений, спортивных комплексов и учреждений культуры. У нас успешно функционирует государственный университет, научно-исследовательский институт, более 20 профессионально-технических училищ, колледжей. Наше сельское хозяйство из года в год наращивает сбор урожая и плодовощных культур. Начало развиваться и животноводство. Принимаются всевозможные меры, направленные на развитие в республике малого, среднего и туристического бизнеса. Уважаемые соотечественники, мы единственный в России субъект федерации, который в открытом поле заложили и успешно строим свою столицу. Хочу отметить, что это третья столица за короткий по историческим меркам период истории нашей государственности. Мы всегда должны думать, почему с нами такое происходит. Узким местом остается наша промышленность. За последние два года усилиями руководства республики нам удалось запустить ряд предприятий промышленности, в частности швейной и трикотажной фабрики, радиаторный и светодиодный заводы, завод алюминиевых изделий, комбинат детского питания и другие. Однако эти предприятия не могут заработать полную силу из-за недостатка рабочих. Здесь в основном работают мигранты и приглашенные из соседних регионов рабочие. Вместе с тем, мы любим на всех углах утверждать, что у нас самая высокая безработица. Есть даже такие предприятия, которые заявляют, что они не устраиваются на работу, потому что в таком случае им прекращают выплачивать федеральные и региональные пособия. Более кощувственных суждений, на мой взгляд, быть не может. Уважаемые соотечественники, новая российская власть в основном в своем законе Конституции Российской Федерации впервые закрепила право граждан на свободу совести и вероисповедания, совершать богослужения и другие религиозные обряды и церемонии, осуществить обучение, религии и религиозное воспитание. За всю свою историю мусульманской умы России не имела таких условий и такой государственной поддержки, которую мы видим сегодня в нашей стране. В этой связи хочу просто напомнить один случай из того, что я запомнил. В самом начале 80-х жители села Барсуки добились передачи им старинной сельской мечети, которая использовалась многие годы как складское помещение промкомбината. Они на свои средства восстановили эту мечеть, покрыли минарет обычным сусальным золотом. Как только работы по реконструкции были завершены, соответствующие органы потребовали разобрать крышу минарета и покрыть любым другим, но не золотистым материалом. Я один из тех, кто просил тогда не разрушать крышу минарет. В конце концов, удалось договориться, не разбирая крышу, покрасить ее обычной темной краской, что и было сделано. Видя наши прекрасные мечети, устремленные в небо золотыми куболами сегодня, я вспоминаю этот случай из нашей же истории. Уважаемые соотечественники, мы должны высоко ценить все, что сделано и делается каждодневно федеральной властью для поддержания республики и ее жителей. Без поддержки федеральных органов власти ничего из того, что я вам сейчас говорю, не могло бы быть. Мы по-прежнему более 80% всех наших расходов получаем из российского бюджета. Даже в условиях, известной вам специальной военной операции на Украине, федеральные дотации в наш бюджет не только не претерпели изменения в сторону занижения, а по некоторым нашим острым проблемам даже увеличились. Вот уже год, как была начата специальная военная операция на Украине. Кто бы что ни говорил, я хочу, чтобы вы поверили мне, что Россия пошла на эту операцию, будучи окончательно приперта в самой крайней черке перед реальной опасностью сохранения целостности нашего государства. На протяжении 8 лет руководство России, прежде всего, президент Российской Федерации, прилагал максимальные условия для разрешения украинского кризиса. Сегодня эти морально разложившиеся, переделанные мужчины и женщины, потерявшие элементарные общечеловеческие нравственные принципы, в очередной раз организовали крестовый поход на Россию. В качестве живой силы они используют превратившуюся националистический анклав Украину. Эта коварная операция готовилась с момента распада Советского Союза и для ее реализации готовили Украину. В этой ситуации наш священный долг сделать все для сокрушительного поражения этих моральных уродов, несущих по всему миру смерть, разрушение и нищету. Хочу также отметить, что за все 250 лет с момента вхождения ингушей в состав России, она не вела ни одной войны, в которой бы не участвовали ингуши. При этих войнах они проявляли высочайшее мужество, отвагу и воинскую доблесть. Уверен, не подведут наши соотечественники и на этот раз. Мы, жители республики, должны сделать все для поддержки наших бойцов и победы нашей Родины. Спасибо. Операция по насильственному выселению чеченцев и ингушей началась в 2 часа ночи 23 февраля. Тогда шел снегопад, что немного затрудняло карателям выполнение приказа. Погода в Ингушетии сегодня выдалась снежная. Однако, со слов очевидцев, тот роковой февральский день 44-го года был намного морознее. Митинг в честь дня депортации начался только 40 минут назад. Люди уже мерзнут. А вот 79 лет назад нашим предкам пришлось пережить 13 морозных дней только в дороге. В буквальном смысле в нечеловеческих условиях, в неотапливаемых товарных вагонах. Многие не выдержали тот холод и скончались по пути. В ходе страшной операции чечевицы солдаты не разбирали никого. Ссылки подлежали и дети, и старики, и женщины. Некоторые исполнители приказа вели себя по-особому жестоко. Собираться заставляли быстро. То, что разрешали брать с собой в одном дворе, в другом могли не позволить. 23 февраля объединяет каждую ингушскую семью. Ведь нет таких, кого не коснулся тот холодный февральский день. «Бейт очебях, как отхичик. Нани, седянан, сыскалют ты желай. Пишки-то, сыскал, ха-цыгестишь. Нани, меценусу, азиахш, сау, юбкуляца, хи, залп, елхашхану. Фортингер, халяца, жалек, алли, муарк, срывалов, со, вас, пищук, военеца, во. В, пишки, чхидачит, пишки, ха-цыгестишь. Ардия ха-цыгестишь. Нани, дэнани, оти, халлы, мэрдгемы. Да, ха-қылы хам ха-цыгестишь. Топ-студо бекерт, хаддия ха-чылты ха-хы. Веддхавиені, вэнья, бусыння хаса, горы уалыр, түнан, салты. Ши, армейске, тахилдей, флешк. Ис хайылыр уалыр, хам-хамичи, эстай ток. Жебенку хоть водой набрать, пригодится, эн. Цегвейдахыч ха-ны, бакуу, цакки, ацарвей. Ши, чы, дэнки жби, комендатуре, ухыз, отмечаться, дэжбар, юртар юртбах, 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 бакабарж, юртбах. Традиционное мероприятие 23 февраля ежегодно посещают и представители братских народов, которые тоже пережили депортацию. Среди них и делегация из Карачаева, Черкесии. Каждый год мы приезжаем сюда, Ингушетия. Это траурный день. Пусть больше таких траурных дней не будет. Пусть Ингушетия и другие национальности возрождаются. Пусть будет Единый Кавказ, Россия вместе. Пусть это на свершенной земле. Я только слышу плач детей и горя не было. Я горжусь тем, что Ингуши дружные. И с них надо брать пример. Знаете, кому подарили карачаевцы, лошади карачаевцы? Только Ингушам больше никому, потому что они достойны этого. И пусть Аллах пережит ваших стариков, матерей. Испытания и борьба за жизнь на чужбине длились 13 лет. Наших предков ничто не сломило. Они использовали первую же возможность вернуться на родину. А их сплоченность, отвага и вера помогли сохранить нашу целостность, культуру, язык и традиции. Много людей не смогли вернуться на родину. Жестокий приказ стал причиной осиротевших детей и гибели некоторых семей целиком. Многие умирали от тяжелых условий жизни на спецпоселении. Из-за отсутствия жилья, еды, медицинской помощи, одежды. За упокой всех умерших в ходе депортации, собравшиеся на мемориале, прочитали коллективное дуа. Диана Дударова, Асхабила, Киев. Новости 24.